Вот здесь тоже течёт. Год начинает течь здесь везде. Снег и дождь для жителей Балаклавы – стихийное бедствие в прямом смысле. Вода из года в год льёт не только за окном. Стекает по стенам из потолка, но не как элемент современного декора. На него скорее тянут кастрюли и миски, расставленные под зияющими дырами в потолке. Природные катаклизмы жители дома уже привыкли встречать во всеоружии. Просто жить в такой обстановке – это очень тяжело. Когда начинается дождь, льёт прямо на диван. Ставим тазы, вёдра ставим. Инвалид первой группы Владимир Суржик в дождливую и снежную погоду становится заложником в собственной квартире. Я как-то упал. Сейчас боюсь я ходить. Я в дождливую погоду не могу выйти. Можно даже в туфлях не пройти, потому что воды понабираешь. Дом под несчастливым номером 13 построили в далёком 73-м. С тех пор капитального ремонта здесь не то, чтобы раз в 10 лет вообще не делали. Но последние 4 года вопрос кровли стал особенно острым. На протяжении 20 лет я бегаю по всем местам, чтобы мне сделали кровлю. Кровлю сделают, приелываются, сделают, отремонтируют там латки, залатают, пойнутся и выелывают. Говорят, нет денег. Сегодня у нас очень старые дома, постройки до 17-го года, 14 домов. Дома, значит, у нас и до военной постройки очень много домов и все, безусловно, требуют и капитального ремонта, и текущего ремонта. РЭП сегодня, всё, что может, делает РЭП 12-й. Решение проблемы отложили на 2014-й. Кровлю дома 13А по улице Строительная внесли пока только в план предложений программы социально-экономического развития на следующий год. Мы подали для включения в план социально-экономического развития городской план. Он у нас входит в первую пятёрку. И мы надеемся, что этот дом всё-таки войдёт в план капитального ремонта кровли. И мы её выполним в 2014-м году. Во время последнего шторма с крыши посрывало рубероид, а над электрощитом уже почернела штукатурка. Для жильцов тот ливень стал последней каплей. Вопрос, как они будут встречать грядущую зиму, остаётся открытым. Александр Толкачёв, Денис Александрович. Программа «Наше время».